Приветствую вас, аноним. Вы знаете, вот то, что чувствуется от вашего текста достаточно сильно, это некоторая такая лично безответственность по отношению к себе, это некоторое подавление, вероятно, своих желаний, подавление их, понятное дело, через надо, через должна, через то, что вы указываете как неприемлемость каких-то вещей, да, неприемлемость каких-то историй и так далее, вот. А дальше это, соответственно, какая-то вот слабо контролируемая вспышка подобных чувств, да, подобных желаний, подобных переживаний, после чего опять появляется откат. Из-за, точнее, личная безответственность идет от неосознанности того, что вы делаете. В свою очередь неосознанность связана с отрывом от чувств, от эмоций, которые у вас есть. А вы говорите, познакомилась с мужчиной по интернету. Вот первое, да? Чем обусловлен ваш выбор такого знакомства? Почему в интернете? Нет, не то, чтобы это плохо. Никто не говорит, что знакомиться в интернете плохо нельзя, да, да или нет. Если есть интернет, если есть средства, почему бы и не этим средством не воспользоваться? Что, в принципе, логично. Наверное, не логично было бы не пользоваться средством, которое, ну, даётся, по сути, по сути, человеку, да? Вот. Но всегда обусловлен этот выбор. Всегда обусловлено то, что вы выбрали знакомство в интернете. Вот. Ну, это очень важно, понимаете? Дело в том, что люди, знакомящиеся в интернете, как правило, имеют некоторые элементы негативного опыта, связанного с построением отношений с людьми, я имею в виду. Ну, в частности, например, вот то, что касается личных отношений, вот, то сперва какой-то неудачный опыт имеет место быть в реальности, в реальной жизни, а по-моему, уже человек идёт в интернет. Либо человек изначально боится близости, боится какого-то реального общения и тоже идёт в интернет. Либо человек, по какой-то причине, ну, не воспринимает людей, с которыми он взаимодействует, как, так сказать, партнёров по той деятельности, которой человек занимается. Потому что в интернете достаточно сложно представить, чтобы люди, людей, точнее, объединяло некоторое деятельность, чтобы людей что-то связывало, что-то помимо, так сказать, вот, интересов. Поэтому, здесь вопрос заключается в том, какую цель вы преследовали знакомость в интернете. Если вы преследовали цель, значит, удовлетворить какие-то свои потребности. Если вы, собственно, хотели отношения, то волей-неволей возникает вопрос, с чем связано то, что вы хотели отношения? То есть, ну, вот, с чем связано то, желание отношений, да, с чем оно связано, что оно, под собой скрывает и, эм, и с чего произрастает. Дальше, эм, значит, вы говорите, мужчина лазил, начал приставать. Хотел секс. Я поняла, что он не серьезный. Пишите вы. Значит, вам хотелось серьезных отношений? Возникает вопрос, зачем? Возникает вопрос, для чего вам серьезные отношения, чтобы что вам серьезные отношения? И, вообще-то, вопрос еще возникает такой, а по адресу ли вы опросились? Например, я делаю интернет, для серьезных отношений. Здесь есть решение, как минимум, два вопроса. Первый вопрос, это, эм, для чего вам серьезные отношения, в принципе? И второй вопрос, это, эм, соответствует ли цель тому, что вы реально делаете? Потому что вы говорите, я хочу серьезных отношений, а сами делаете все для того, чтобы ваши отношения были не серьезными. Ну, у невольной возникает подозрение, а может быть, вы хотите чего-то другого? Может быть, вы себя просто заставляете выстраивать именно серьезные отношения? Да и что такое, вы вообще, серьезные отношения? Если честно, попахивает неким, таким, я бы сказал, знаете, такой, родительской немножко, что ли, позиции. Типа что, отношения должны быть серьезными, если отношения не серьезные, то, значит, что-то с ними сразу не так. Ну, понятно, что это не имеет ничего общего в действительности, но, тем, тем не менее. Итак, вы говорите, что решение, эээ, значит, сам закон сразу-сразу нас предоставляет, если вы, в целом, такие отношения не приемлете, вот, как вы говорите, вы не приемлете такие отношения, вот. Эээ, ну, тут что-то произошло, тут что-то случилось, такое, что выпал, эээ, заняли секс, мужчины. Эээ, вспыхнула страсть, вы говорите. Я, правда, не очень понял, у кого вспыхнула страсть, у вас или у мужчины. Если бы страсть вспыхнула у вас, то странно, что вы себя почувствовали использованной. Эта страсть вспыхнула у мужчины, а вы, получается, просто позволили ему эту страсть проявить по отношению к себе, то тут немножко другой момент был. В общем, эээ, что для вас изменилось? Что произошло? Вы думали, что после интима мужчина заходит с вами в серьезных отношениях? Это не оправдало каких-то ваших ожиданий? Вы говорите, что почувствовали себя использованной. Но любые отношения, к какой-то степени, использованы. Это раз и два. Вы сами на это согласились? Сами согласились на интим? Судя по всему, на откровенные день без обязательств. Вот. Но при этом странно чувствует себя использованной и говорите, что такие отношения вы не приемлете. Но при этом что-то произошло. Что-то изменилось, что вспыхнуло страсть, говорите вы. Ну, как минимум, это несколько противоречиво. Как минимум. Как максимум, здесь кроется ваша психологическая проблема. Конечно, вопрос заключается в том, что это за проблема. Ваши проблемы. Но по каждому мы можем только предполагать. И честно говоря, то, что могу предположить лично я, это то, что вы боитесь в периодных отношениях. То есть вроде бы вы их хотите, но в то же время вы их боитесь. У вас есть, на мой взгляд, проблемы, связанные с личными границами. Потому что совершенно очевидно, что достаточно тяжело и трудно вам предпускать людей к себе. Достаточно боязливо вы с людьми, я имею ввиду, общает. Достаточно боязливо вы их взаимодействовать. Вот. И ваше желание, именно ваше желание, достаточно. Девно перемешать с тем, что вам хочется. Так что вы конфликтуете. Вот. И это, конечно, не может не сказать, что в принципе вполне логично, как мне видится. Дальше идем. Значит. Так. Любви, конечно, нет. Вообще, подобные отношения лёгкие. Не приемлемо. Но тут что-то попал свой раз, и мы занялись в любую. Чуть у тебя портят взять, как будто мой папа. Он такой... А вы нет. Я думаю. Аноним. Вы нет. Вы не попользовались. Мужчина, мужчина. Почему вы считаете, что только мы, только, вот, мужчина вам попользовался, а вы, как бы. То есть, вот, с чем связана такая вот несколько обмобокая позиция. То есть, ощущение, что вы готовы были почувствовать себя использованием. Готовы были обвинить человека. Что вам, по сути? Что вы сами хотели. По, ну, по большому счёту. По большому счёту этого сами хотели. Вот. И теперь говорите, что вас, ну, типа, вас используют. Вот. Ну, на мой взгляд, это, конечно, позиция ПК. Да. Достаточно, я бы сказал, жертвенная позиция. Потому что в этой позиции вы крайне зависимы в этой позиции. Зависимость сделает вас, вот, в какой-то степени не удовлетворённой. Зависимость сделает вас, в какой-то степени, такой вот, знаете, как, уязвимой. Да, вот, наверное, так было бы правильнее всего сказать. И, возможно, возможно, я не говорю, что это стопроцентный шаг, но, возможно, это позиция. Вот. Позиция. Вот. Позиция. Уязвимости. Она вам для чего-то нужна. Возможно, там, позиция уязвимости вам что-то даёт. Что вы, в какой-то степени, за неё держите. Вот. За эту позицию. Я не говорю, что это стопроцентно что-то плохое. Я не хочу так сказать. Но я говорю о том, что вы, ставя себя в зависимое положение, таким образом решаете некую свою задачу. Вы решаете некий свой какой-то конфликт. И крайне важно понимать, что это за конфликт. Крайне важно понимать, что это за ситуация. То ли вы пишете, пишете, что мужчина сказал вам спасибо. И вы теперь спрашиваете нас о том, а, означает ли это прощак. Честно говоря, честно говоря, однозначно сказать, конечно, нельзя. Потому что могут быть разные моменты, могут быть разные варианты развития событий. Вот. Тут важен, как контекст. Вот. То есть, именно вот контекст, по которым вам человек это сказал. Вот, без контекста, смотреть на, ну вот, именно, именно без контекста, без контекста. Это вообще-то, ну, не значит ничего. Да. То есть, спасибо, просто спасибо. Вот. Все решает именно контекст. И, на мой взгляд, именно это, в принципе, самое важное, самое главное. Контекст. Вот. Вы же про него, про контекст, в котором вам человек сказал спасибо, ничего не написал. Вот. А интерпретировать это, в принципе, ну, можно как угодно. Интерпретировать это можно по-разному, по-разному. Абсолютно. Вот. Поэтому, я думаю, что то, что вы говорите, по поводу того, что человек с вами прощается, так, ну, вот, еще раз спасибо, да. На мой взгляд, это ваше собственное, ну, ваше собственное домисло, что человек с вами прощается, что вы, скорее всего, боитесь быть брошены, да, боитесь вот того, что вас бросит, вероятно. И, соответственно, это, как бы, мотивирует вас на то, ну, на то, чтобы думать, что человек с вами прощается. Вот. Если это действительно так, если это действительно, вот, то, что вы чувствуете, если действительно вы, у вас есть, что вас могут бросить, то, наверное, в таком случае вам имеется смысл, ну, в большей степени поисследовать именно травмированность, ну, вот этим страхом травмированность, страхом быть брошен, вот, потому что это достаточно сильно, вероятно, влияет на вас, вот, достаточно сильно, вероятно, влияет на ваше поведение, вот, и, соответственно, не позволяет вам быть самой собой, не позволяет вам все себя естественно, да, и естественным же образом какие-то свои интересы, можно так сказать, продвигать, да, то есть это постоянно что-то у вас стоит, условно говоря, на путь, на ваш. Вот, соответственно, это очень важный аспект, на который нужно обратить внимание. Дальше вы пишите. Так, мужчина после секса на прощание главное, спасибо, я так понимаю, прощает. Значит, это, ну, это зависит от контекста, повторюсь, вполне возможно, что прощает, вполне возможно, что что-то другое, важнее, немножечко следующее. Важно то, что это значит для вас, и важно то, как вы оказываетесь, слова мужчины, для вас особого значения не имеют. Пускай даже вы со мной сейчас будете не согласны, пускай даже сейчас вы со мной будете не согласны, пускай даже сейчас вы со мной будете может быть спорю относительно этого. То, что произошло, это следствие ваших действий. То, что произошло, это следствие ваших поступков, это следствие вашего поведения, ваших выборов. И в первую очередь внимание нужно обратить на это. И уже после того, как будет понятно, чем ваш выбор был обусловлен, можно будет говорить о другом человеке. На мой взгляд, это более чем справедливо. Ну, по отношению, хотя бы даже к вам, это более чем справедливо. А то, а то ведь мы обсуждать будем не вас и не ваши проблемы, а проблемы человека. Третьего, третьего, третьего лица, который нас вообще-то не касается напрямую. И пытаться понять того, кто может быть сам не понимает. Мотивы своих действий. Ну, дело тоже неблагодарное. Мягко говоря. Думаю, такой вот ответ я могу вам дать. Знаете, когда человек спрашивает причины, мотивы, пытается понять, мотивы. Другого, для меня это всегда выглядит таким образом, что человек не доверяет себе. Ну, вот, просто нет никакого-то доверя у человека самому себе. Зачем доверять самому себе, да, когда-то можно попытаться, постараться понять, ну, понять другого человека. Наверное, я предполагаю, что это позволит как-то компенсировать свой внутренний диссонанс. Ну, на самом деле, скорее нет, чем там. Если честно, то нет. Если честно, то нет. Так что, я бы рекомендовал вам больше стараться слушать себя, больше стараться прислушиваться к себе, нежели чем пытаться понять другого. Потому что другой человек, у другого человека может быть множество мотивов. Ему самому не ясно. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что какие-то выводы вы для себя сделаете. Я надеюсь, что дал вам небольшую письмо для размышлений. Я очень надеюсь, что как-то вот вы подумаете над тем, что у вас, что с чем у вас конфликтует. Вот. И обратитесь, соответственно, к психологам для того, чтобы мы помогли вам разобраться в этой ситуации. Удачи вам! Всего самого доброго!